Знание английского языка обязательно. Еще один принцип, по которому отбирали делегатов из Иордании, Пакистана, Украины, Грузии, Азербайджана и России – готовность помогать людям на безвозмездной основе. Первый семинар с будущими миротворцами в Сочинской 8-й гимназии ведет София Ибн Гарба. Преподаватель из Нигерии миротворческого лагеря «Поколение за мир» готовит своих подопечных к серьезной работе всеми доступными методами. Мы пытаемся вдохновлять делегатов разными способами, и в свою очередь творчество, искусство самовыражения у нас только приветствуется. Поэтому в том случае, если я понимаю, что для того, чтобы поощрить, вдохновить делегатов, нужно будет спеть. Я спою. Движение «Поколение за мир» шесть лет назад основал принц Иордании Фейсал Аль-Хусейм. За это время миротворческий лагерь работал в десятках стран на разных континентах. Организация борется за мир во всем мире через доступные спортивные программы. Практически все занятия проходят в игровой форме. Цель – воспитание командного духа и уважение друг к другу. Программы, которые способны объединить людей разных национальностей, разного вероисповедания, разных физических возможностей. Делегаты миротворческого лагеря разрабатывают их самостоятельно. Когда люди, дети, подростки учатся не на языке драк, тычков и каких-то конфликтов, а на языке спортивного содружества, учат общению друг с другом, учат созиданию, учат продвижению идей молодежи вперед. Вот в чем значимость этого проекта. Поколение за мир – организация некоммерческая. И, естественно, чтобы разместить такой лагерь и обеспечить его работу, нужны немалые средства. В Сочи все расходы миротворцев взяла на себя администрация города. Программа «Наследие сегодня», которая реализуется в рамках этих лагерей, действительно закладывает на перспективу то наследие, которое может быть передано дальше. Мы надеемся, что вслед за Сочи эта модель работы будет воспринята и другими будущими олимпийскими столицами. И нашу программу возьмут за образец. Обучающие семинары 8-й гимназии закончатся 3 июля. Затем группа делегатов в Центральном и Хостинском районах города проведут занятия для жителей гостей курорта. Программа «Наследие сегодня» завершится 12 июля. Что такое мир, стабильность, толерантность и как с помощью спорта можно разрешать конфликты, делегаты миротворческого лагеря будут объяснять и демонстрировать на обычных игровых площадках. Баскетбольных, футбольных, любых. Уже точно известно, что одно из таких занятий пройдет на улице Рос. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует... Продолжение следует...